Всем привет! Еще раз отдельно для тех, кто нас смотрит в записи, у микрофона Каби добро пожаловать на TSL. И мы с вами начинаем смотреть последний уикенд плей-офф этого турнира. Турнир, который проводит сайт и команда Team Liquid, турнир, который спонсируется Shopify, магазином, ну, вернее, площадкой для конструкции своих интернет-магазинов. Не знаю уж, насколько она актуальна в русскоязычном регионе, но, как бы то ни было, ребята проводят для нас вот такой вот прикольный ивент. И, собственно, спасибо им за это. Twitch также один из спонсоров. Ну и Tink, это американский, насколько я понимаю, оператор связи. В общем, сегодня мы с вами будем смотреть несколько матчей. И один из них на наших экранах уже сейчас. Су против Трэпа, корейское противостояние, матч-ап ЗВП. В левом верхнем углу появился у нас представитель команды Africa Freaks Su. Достаточно популярный в нашем регионе и в мире. Игрок-чемпион мира, вице-чемпион GSL, шестикратный. Ну и, в общем, весьма заслуженный макро-зерк. Ну и его оппонент Трэп, один из сильнейших протасов на данный момент. Игрок, который, в общем-то, считается одним из лучших в матч-апе ПВТ. Но в ПВЗ, в принципе, каких-то особо ярких достижений и скальпов у него не было. Но играет он этот матч-ап стандартно неплохо. Посмотрим, что он приготовил здесь. Напоминаю, что все могут посмотреть сетку по команде Сетка. Для тех, кто смотрит в лайве для бота с восклицательным знаком в начале. Ну или, соответственно, для тех, кто в записи, будет в описании к видео ссылка. Но, в целом, это у нас... В сетке это называется финальный Final Bracket, финальная сетка. Но, на самом деле, это просто самый хвостик плей-офф. То есть, финал винеров, финал лузеров, большой финал лузеров и гранд-финал. Это вот Final Bracket отдельно вынесено, чтобы сетки были не такие громоздкие, чтобы удобнее их было смотреть. И вот, соответственно, наш игровой день начинается с финала винеров. Он проходит в формате до трех побед. В принципе, все матчи сегодня пойдут в формате до трех побед. Только суперфинал, он же гранд-финал, будет в формате до четырех в БО-7. Окей. Мы видим, что Трэп отыгрывает адептов, по всей видимости, потому что Твайлайт в робо, да, насколько я краем глаза тут наблюдаю Твайлайт на мейне. Хотя нет, стоп, погодите, а есть ли Твайлайт? Есть, есть. А вот они заказаны. Глейва, все окей. Гадание по миникарте не подводит бывалого протосека. Я хотя и играю за Дерго сейчас, но старые практики. В общем, ладно, три гейта добавляет трэп, Глейва делается, робо делается, все по стандарту. Су вообще не особо заинтересован тем, что там у Тоса. Как мы видим, у него на этой половине карты ровно один оверлорд. Он находится над рампой. И весь остальной контроль карты осуществляется лингами. Суда заказывает двух оверлордов. У него уже три хэтчера, 42 дрона. Он правильно делал свою работу все это время, нажимал SD. Главная зерговская миссия. Да, зрители прямого эфира немножко удивлены, как и я сам. У меня висела заглушка Элейзер против Инновейшона. По сетке именно этот матч должен был быть первым. Но на ТСЛ иногда приходится организаторам менять порядок матчей. Из-за того, как игроки готовы, не готовы. И вот это тот случай, когда мы начинаем не в том порядке. Но какая разница. Полетели адепты, первые тени вперед. Спорку поставил заранее Су, это интересно. Спорка-то, видимо, означает, что он ждет дарков. У него довольно поздний Роуч Ворон. Он не поставил... Он, походу, не ждал адептов почему-то на этой карте. Собак-то он заказал много, но он не поставил Роуч Ворон. Это не самая крутая новость. Потому что, конечно, чисто собаки с адептами довольно плохо сражаются. Плохой старт для Су, прямо скажем. Я не знаю, какой стратегии он ждал. Он ждал, возможно, он ждал Оракулов, например. Хотя, честно говоря, за эту версию тоже особо ничего не говорит. Потому что где же тогда его спорки на 3.30? Их тоже нету. Мы видим одну спорку, и она явно от дарков. То есть такое чувство, что, может, Су реально ждал дарков Вархонов. То есть откуда-то у него была инфа, что Трэп сейчас играет именно эту стратегию. Ну, а Трэп играет стратегию совершенно другую. Ну, и в итоге просто ГГ. Да, просто ГГ. Такая вот история. Традиционно я убавляю музыку в перерывах у нас. Потому что можно словить копирайт за такое. Давайте, наверное, лучше вот так я буду это делать. Так оно надежней. Ну что, начало такое, не самое яркое, прямо скажем. Су, откровенно, не угадал с билдом. Ну, вообще, конечно, обычно зерги поэтому стараются не гадать, а разведывать. Но по какой-то причине Су разведывать не стал. И в итоге оказался вот перед фактом, что адептов уже куча, а у него нету ничего. О, приходят наши постоянные зрители все на стрим. Всем большой привет еще раз. На твиче, наверное, не самое привычное подключаться. Кстати, вот давайте-ка я вам правильные мачты выведу, раз уж мы смотрим не инновейшн, а лейзер. Карта Simulacrum на сет номер 2. И в правом нижнем углу появляется Су. Буквально сегодня его тиммейтом стал финалист GSL-TY, который уже в форме Afrik Freaks выходил на сцену. Ну, а Трэп по-прежнему выступает за Дженнэйр Гринвинкс. Я думаю, что его тиммейты в каком-то особом представлении не нуждаются. Это по-прежнему большие звезды. Пусть, может быть, этот сезон корейский начался для них не суперкруто, но наверняка все еще впереди. Давайте посмотрим, что впереди у Трэпа и у Су. Напоминаю, что из этого матча никто не вылетает. То есть это финал верхней сетки. И проигравший будет играть, соответственно, с победителем финала нижней сетки. То есть в нижней сетке играет Laser Innovation U-Thermal Zest. Они сыграют между собой победители, да? И вот победитель выйдет на проигравшего этого матча. Такие у нас на сегодня планы, но два последних матча. То есть большой финал лузеров и гранд-финал будет завтра. И плюс завтра будет, ну, планируется, по крайней мере, шоу-матч в формате «Каждый сам за себя». Free for all. Я не знаю, используют ли на этих турнирах мод King Cobra или играет стандарт. Предполагаю, что, наверное, стандарт. Но как бы то ни было, интересный оригинальный контент. Я обратил внимание, правда, что у нас на YouTube, например, 2 на 2 гораздо меньше собрал, чем обычный StarCraft. Но, тем не менее, я думаю, что для кого-то это интересно. Хотя, конечно, мои комментарии в 2 на 2 я даже не хочу говорить крайне далеки от экспертных. Крайне далеки даже от тех, которыми я обычно дополняю игры один на один. То есть там... Ну, уж как умеем. Почему-то 2 на 2 мне особо никогда... Не то, что даже не нравился, а просто не было мотивации играть. Мне нравится играть то, что играет на турнирах. Такая вот странность. Как прочитал про мультиплеер в StarCraft в 99-м, так и... Ну, хотя с тех пор 2 на 2 я все-таки, конечно, играл. Старое время в клубах вообще даже, я бы сказал, 2 на 2 было популярнее, чем 1 на 1. Ну, ладно. Twilight Robotics Trap велосипед не изобретает. А если изобретает, то это будет крайне неоригинальный велосипед. Его будет весьма проблематично запатентовать. Но, в том числе, потому что этот велосипед у Trap'а окажется невидимым. Поэтому в патентном бюро можно будет долго объяснять, что он точно есть. Мне не нужны санитары. Нет, я не хочу галлопередольчику. Я просто прошу вас взглянув на документы. Ну что, Су по мете корейских зергов предпочитает играть без скорости оверлордом. 3DB на него нету. Да и, в принципе, многих других зергов, которые по дефолту скорость делают. Но это европейская школа. То есть европейская школа, которую 2 года вел за собой исключительно Сэрл. Сейчас выборка, пожалуй, пошире. Которая заключалась в том, что если зерг будет иметь полную инфу, он может законтрить все. И зерги играли через скорость оверлордом. Ну, справедливости ради, она еще и стоила подешевле долгое время. Сейчас она недешево стоит опять, но... В общем, кому как. Но корейцы предпочитают играть без скорости оверлордом. Су играет в этот раз как раз-таки билд подходящий. То есть он играет Роуч Ворон на 4.20. У него есть спорки. В принципе, против дарков, конечно, удобнее играть с лейером. Но к этому таймингу лейер все равно не сделается. То есть против первых дарков как ни крути, ты все равно отбиваешься королевами и рачами. Ну и вот трэп решил именно в форме дарков использовать дарков. И в общем-то он в каких-то условиях мог бы зафокусить спорку. Но здесь слишком много было усу. И все королевы, и линги. И он все прочитал, все понял. И лингов часть отправляет вперед, чтобы не дать халяву взять Нексус. У дарков есть такая противная особенность. Они-то даже не так дорого стоят. Но у них очень большой кулдаун. То есть после того, как вы заварпали дарков, вы не можете быстро для обороны третьего Нексуса заварпать еще дарков домой. В отличие от зилотов, они отправляют гейт в перезагрузку очень надолго. Поэтому трэп не мог сейчас варпнуть дарка и отбиться дома. Поэтому ему пришлось отменять пока план с третьим Нексусом. Вот сейчас выходить на него заново. Ну и параллельно трэп двумя архонами здесь харасит. Зерга очень неплохо справляется. Забирает пару роучей. Игра проходит на корейском сервере. То есть пинг очень вменяемый. Ну и СУ в принципе всех просадил. Но по хп, смысл. Но трэп, конечно, на халяву. Так, стоп. Трэп что, отдал все юниты сейчас? Ага, то есть все собаки побежали вперед, которые были в обороне андарков. И съели трех сентрей. Ну это очень хороший задел на камбэк. Потому что сентри не копят энергию. Ну и больше того, мне даже кажется, что можно было заказать. Ну вот я хотел сказать лингов. СУ предпочитает роучей. Ну то есть можно, да, заказать юнитов и пойти отменить Нексус еще раз. Потому что, собственно, кто помешает. Здесь осталось две сентри. Полуголые без энергии. Ну вот разве что архоны могут попробовать втянуть время. Ну и пока скорости роучем нет. Но она вот-вот доделается. Я думаю, что как бы рилток. Вообще надо посылать просто юнитов вперед. Правда, когда я так делаю, обычно я потом проигрываю. Но посмотрим. В общем, СУ что-то не горит желанием никуда идти. Он просто не так-то сильно ведет по рабочим. Но, конечно, у него третья база сильно раньше. То есть трэпы его 55 сейчас ничего не дают. У него жесткий оверкап на натурале. Ну, поскольку у СУ тоже какого-то огромного инка монет, я думаю, что это небольшая проблема. А, тут у нас офигенная история. Ёшкин корень. ОБС решил приколоться, да? Я понял. Так, это тот экран. ОБС решил приколоться и повесил вам картинку. Да где это окно-то, которое мешает, господи? Вот оно. Приходит в контратаку СУ. Ой, не в контратаку. Ну, да, по сути это контратак. Он просто достроил роучей до максимума, завернул ревенджеров на все деньги, которые были. И, соответственно, закидывает коррозив байлами. Армия соперника. Там целых три батарейки, но они уже почти разрядились. Тем не менее, еще Архона могут немножко подтащить. Но не очень надолго. Имморталы пока живут. И пока живет призма, кстати. То есть у трэпа есть довольно хороший потенциал для микроконтроля. Это, конечно, очень такой прием непростой, скажем так. Но справиться с ним все же можно. У трэпа на красных хп остается один иммортал. Но он живет. Всего имморталов три. Но трэп, конечно, все равно подрастерял тут рабочих. Но тут уже... Ну, даже не уже, а еще пока вопрос стоит о том, чтобы выжить. Не до экономики. Но я не думаю, что у трэпа это получится. Ну, то есть он может быть... Может выжить на двух базах, но... Там уже ставится четвертая хпа. То есть это никого вообще не спасет. Минус Нексус. Ну, там вот-вот выйдет четвертый иммортал. Ну, просто нету ни дизрапторов, ни чего-то такого. То есть, по идее, здесь су должен дожимать. Никакой магии не хватит. Протосу. Протосовской. Как-то покугуарить, зафокусить Аверсира, сделать дарков. Но это прохладная история довольно-таки. Хотя, кстати, Аверсир на желтых хп действительно остается, как ни странно. Но Су его все равно на всякий случай отвел. Возможно, он его сам в какой-то момент продамажил. Потому что Аверсиры любят залетать в коррозив байла, вот как сейчас они делают. Срывает трэп рабочих. Но это уже вряд ли его спасет Джи-Джин. На карту Дзен мы с вами отправляемся. В правом верхнем углу появляется трэп. Ну, у нас Роттердам вроде на обсервере. А, Роттердам не на обсервере. Роттердам комментирует. Он тоже по клинфиду, скорее всего, стримит на обсервере вроде мапу. Так что, видимо, сейчас Роттердам попросит его поменять местами таблички, если у них есть связь. Хм, я не вижу ни от кого жалобу на экран. То ли у нас такая, но у нас задержка 2 минуты всего. Ладно, короче, жду от вас обратной связи. А пока наблюдаем, как Су будет ставить хэтчера на третьей локации. А нет, обманул он трэпа. Трэп поехал чекать. А Су поставил на второй. Ну, все равно, конечно, немножко времени. И в том числе и рабочий прокатался. То есть трэп этим выигрывает. Ну, Дзен, да, позволяет так быстро приехать. Зависло, когда Су пошел в контратаку. Роучами, да, вы имеете в виду? Все, я понял. А, нет, когда по карту картинка пошла. Когда пошла-то я знаю. Вопрос, когда она зависла. Ладно. Короче, разберемся в перерыве. И для Ютуба все это дело отфиксим. А пока что... Нексус в кибернетку играет трэп. Причем, судя по тому, что они поставились прям одновременно. Такое ощущение, что трэп... Подзастыкал, что ли, немножко с таймингом. Нексуса странный. Это, да, последняя версия Open Broadcaster. И последняя, и предпоследняя. Короче, несколько последних версий. Такой глюк появился. Он на Корее, естественно, появился первым делом, где мы стримим-то в основном с картинки, а не из игры. Ну, и вот и в такой ситуации тоже, как сейчас. Ладно. Twilight снова у трэпа. Ну, вот мы уже увидели два оттенка Twilight. Первый — это адепты. Второй — это сразу в Darkoff. Есть еще адепты в Darkoff. Такая прогрессивная версия. На самом деле она скорее регрессивная, в том плане, что изначально-то она не то что регресс, она оригинальная. То есть изначально именно такой был билд. Потом уже придумали разные переходы. В том числе и без Darkoff. Но мне кажется, конечно, с Darkoff'ами билд особенно жесткий. В том числе потому, что он составляет зерго сидеть на низкой экономике долго. Потому что ему надо быстрый лейр делать. Здесь, в принципе, чтобы надежно отбиваться, если ты палишь Twilight, ну, даже не так ты, не Twilight, а Dark Shrine палишь. Его, правда, не так легко спалить. Это надо играть через скорость до... Скорость овером до лингов обычно. Вот. То сразу ты на минуту раньше заказываешь Раучи Ворена лейер. То есть довольно большие вложения. Все это недоделанная экономика. Мне тоже говорят, что на атаке Су зависла картинка. Я понял, в общем, примерно. Ладно, потом разберемся в записи с этим делом. Странная стенка получилась у Трэпа. Не понял я, что мешало сделать ему нормальную стенку с проходом между зданиями. Может быть, он сделал так для того, чтобы его сталкер мог бить оверлорда, находясь в стенке. Но это что-то на теорию заговора похоже. В этот раз Су снова отбивается по стандарту. Ровно 41 рабочий. То есть 41 рабочий, это что у нас получается? Два газа, да? И две минеральных линии. Две минеральных линии это 32. Два газа это 6. Ну 40... Да, стоп. Это 38. Ну и еще три лишних получается. У Су изначально было. Ну, в общем, не Су. Это уже маленькие нюансы. Я не знаю, зерги топового уровня считают для дронов прям вот до одного. Но 38 сейчас осталось, потому что две спорки Су снова делает против дарков. Вы знаете, у меня есть офигенная версия, что он в первом сете просто забыл Роучворен. Ну, бывает, фейвы. Не поставился там уже. Потому что у него был билд абсолютно один в один. Он как бы не халявил, ничего. По-моему, он просто его забыл. В этот раз у него все шикарно. Он даже делает четырех реведжеров, чтобы заснайпить призму в первую очередь. Правда, реведжеров довольно легко могут зафокусить адепты. Почему-то они фокусят Роучи, я не понял прикола. У них по реведжерам больше урон. Су дает... Ну, то есть как? Он вроде дает довольно странное сражение. С другой стороны, а какое сражение ему давать? Ну, как бы адепты здесь. И они не убегают на тенях. Он же должен с ними драться. А они вообще что, ему самому от них убегать, что ли? Так что, в принципе, Су логично действует. Но вот единственное, что, может быть, реведжеров отдавать было бы не круто. Но он и так призму почти добил. Она на красных хп. То есть он ее королевами почти добил. Еще товар по адептов. В итоге Су армии-то отдал. Но он совершенно не потерял никаких рабов пока. Их просто на третьей базе нет. А дальше пока что трэп не забирался. И трэп довольно выгодно разменялся по войскам. Ну, а теперь попробует забрать часть дронов. Су даже плетку поставил на мейне. Чтобы халявы не было. Естественно, адепты могут все равно перефокусить дронов. Но это удобно делать только двумя-тремя адептами. Иначе у тебя все будут стрелять в одного дрона. Будет жесткий оверкил. Ты, конечно, его убьешь. Но это совсем не то же самое, что 8 адептов оставить минеральной линии. Там, на халде. Без контроля. Потому что они там убьют всех дронов за 5 секунд. Такая вот история. Так что плетки реально тащат. Я в последнее время тоже стал часто ставить плетки. Ну, хотя, конечно, на уровне трэпа в алмазе никто не пушит, естественно. Механика не та. Адептов меньше. Ну, трэп дальше переходит с нового Мортала в третий Нексус. У него здесь летит призма с контентом. Ну, и, собственно, здесь даже спорку станет. Су отчасти против призма, отчасти, может быть, и против дарков. Как ни крути, Твайлайт-то оставляет опцию дарков. Никуда не девается она. Спас у одного рабочего. Двух все-таки теряет. Ну, и дальше у зерга переход снова в мув роучем. 54 рабочих. Похоже, что это вот такой рецепт, который Су использует более или менее. То есть после того, как он вменяемо отбился, на самом деле трэп здорово продолжает харасить. Он и доба соперника держит. И, соответственно, все-таки рабов убивает бесплатно. Ничего не потерял. Ну, может, одного адепта он там потерял, но это вообще не важно. Хотя иногда вот такие композиции могут напрягать. Раньше так Пейшенс часто играл. Но вот некоторые протасы так делают. То есть они просто... И, похоже, трэп именно это делает. Он, кстати, эту страту играл на финалах WCS прошлого года. На диско-бладбат. Я, по-моему, уже как-то упоминал об этом. То есть просто доварпывается хреново туча адептов. И даже с двух бас. То есть, ну, тут все-таки пошел в Nexus 3. Но он такой, ну, как бы фейковый, не фейковый. То есть трэпу все равно нужно добиваться результата. Но просто если он там нанесет урон, то он сможет продолжить игру. Ну, в общем, триллион адептов, имморталы. Чуть-чуть с антреей. Ну, вы знаете, что-то трэп в итоге, похоже, посмотрел, сколько там роучер-эвэджеров и решил никуда не ходить. Просто имморталами он теперь карасят адепты. Ушли на покой. Получили там пенсию, материнский капитал. Не знаю, в чё у протасов положено. Для лиц женского пола. Ну и значит, все. В декрет, короче. А имморталы теперь вот тут, вот видите, отдуваются. Получается очень неплохо. Конечно, это требует огромного количества внимания. То, что делает сейчас трэп. Было бы смешно, если он сейчас после всего этого отдал призму. не разложенную на коррадио байл. Но я надеюсь, что все-таки этого не произошло. Хотя странным образом призмы на экране мы не видим. Ну вот она сзади, все в порядке. Су не стал играть в Детереспект. Су в итоге играет в огромный респект. Уважает он роучер-эвэджеров по большей части. Пришел, убил. Ну что, 54 дрона — это рецепт, да, получается? Так это пока выглядит. Карта номер 4 — это Eternal Empire. Су появляется в правом верхнем углу. Он ведет со счетом 2-1. И он находится в одном шаге от того, чтобы попасть в гранд-финал ТСЛ. И заработать, ну, как минимум, 4 тысячи долларов. Совсем недавно Су выиграл тысячу долларов на нашем маленьком онлайн-турнире. Уже получил ее, конечно же. Ну и готовится серьезно увеличить свой инком. Я, кстати, писал Су, просил поискать игры против Бьяна, чтобы показать вам еще игр с Бьяном. Я понял, что тема заходит. Но в итоге Су пока их не нашел. Может быть, еще будет время у него поискать. То есть он ответил, все, но сказал, что типа что-то на официальном МАКе нет, баркоды чекать некогда. Но у меня есть игры Бьяна с участием другого игрока. Поэтому рубрика как минимум там одним-двумя выпусками еще обязательно продолжится. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так, я здесь, сорри, пришлось ненадолго прерваться. Но стрим-то никуда не делся, так что все в порядке. Думаю, что вы уже сами про себя все прокомментировали, да еще и проанализировали получше, чем Каби. Продолжаем. Благо, ничего особо нового на этой карте тоже не происходит. Ни Трэп, ни Су особо не балуют нас с вами разнообразием пока. Но тут Су в этом вообще сложно обвинять, потому что что он должен сделать? Про Ксихату? Ну, Трэп мог бы сыграть Старгейт, но, возможно, ему по какой-то причине не заходит этот билд сейчас. Ну и, соответственно, его оппонент, ему-то все, наверное, заходит. Но он играет в оборону. Су играет в оборону. Он, то есть, обратите внимание, что он даже не разведывает. На самом деле, в свое время Су за это так жестко наказывали, когда были протасы разноплановые. То есть, как-то сейчас... Кто у нас остался? Смотрите, Трэп, Зест. Да, Старгейт как-то вот на этих лигах. Реже, что ли? А вот Старгейт вообще что-то я забыл. Он вообще играл вот здесь. Он, по-моему, не прошел отборы. Да, поэтому здесь были Трэп, Зест и Партинг. Ну, вот Партинг еще ладно. Хотя, опять же, в ПВЗ тоже не сказать, что блещет разнообразием. А там Трэп, Зест, они, ну, банально оба играют эту тему. И может Су особо некому наказывать за то, что он играет просто вслепую вот этот оборонительный стиль. Потому что сколько было игр, когда Су вслепую играл оборонительный стиль, когда тоже было модно пушить, только немного другим составом войск, там, не адептами. И в итоге оказывалось, что его вовсе не пушат, а там халявный третий Нексус. И, как бы, Су потом в итоге не пробивал. Ну, точнее, там была мода на фейковый третий Нексус, а он оказался не фейковым. У Су жарная была устаревшая из роучей, которая не работала там против Архона и Мортала. Вот. А здесь Су-то вообще царь, потому что он играет без разведки свою тему. Она идеально заходит. Кстати, обратите внимание, что он уже вот не первый раз делает вот эту штуку. Он заранее заказывает лингов, и он очень далеко встречает призму. То есть в этот раз он ее прям, можно сказать, под шконку загнал. Ей тут бедно и вообще никак. Да, ну можно еще с той стороны, наверное, высадиться адептами, да, по красоте. Это и делает трэп, нам не показывает. Но тут он будет занимать третью базу. Да, правильно говорят, что преимущество Кеймфида в том, что камера двигается, если комментатору пришлось отойти. Но есть еще лайфхак поставить камеру от другого комментатора. Ну, возможно, что у него тоже была камера еще от кого-то, так что бывают разные штуки. Я раньше предпочитал вообще ставить камеру от кого-то, чтобы, типа, не отвлекаться на обсервинг. Но в последнее время мне уже часто хочется посмотреть самому что-то. Ну, это просто зависит от того, как много ты играешь. Как правило. Залетает призма. Что там? Четыре адепта сидят. Нормально. Да, и до варп. Ну, то есть четыре адепта спасутся. Какой-то урон нанесен, пока они разменялись хорошо. А, дальше даже тени на натурал. Я понял. Минус пять рабочих. И еще на третью адепту запрыгивают. Вот здесь трэп все хорошо сделал. Су не смог распределить армию. У него ее просто пока столько и нет. Он достроил-то сначала рабов. Здесь вроде роучей много, но вот ему хочется убить адептов всех сразу где-то, да? В одном месте. Ну, а адепты, конечно, только этого и ждут. Потому что они оказываются сразу в трех разных. Ну что, 22 дрона так-то отъехало. То есть у Су сейчас 50, а могло бы быть 70. То есть мог быть уже прям сетап под хороший лейт-гейм. Ну, в итоге трэп ставит снова батарейки. К нему снова идет атака. Надеюсь, она у нас на этот раз не зависает. Я прям даже проверю. Заходят эти роучи, честно говоря, без ревейджеров. По-моему, им тут не очень много светит, особенно... Да господи, что за филды? Он решил именно... А, он знал, что у него подходит третий иммортал. Ох, трэп, я-то этого не видел. Я удивился, почему не перерезать-то просто эту линию. Ну, в итоге, да. То есть туда напрасно заходили эти роучи. Теперь тут много ревейджеров. Есть, да, варп сталкеров. Ну что, в этот раз будет интереснее инфа 100%, говорит нам Су. И снова идет в эту атаку. Давайте посмотрим, что из нее выйдет. Пробивается пилон. Ну, пока это не главный пилон. Там много батареек на другом, даже на двух. То есть их отключить как-то сложно. Придется батарейки выбивать. Ну, вот так вот в три батарейки сразу кидаем. В две в итоге попал Су. Не знаю, была ли там точка, чтобы сбить сразу три. Это Блай у нас эксперт. Красивый переблинг. Ну и, слушайте, отбивается в этот раз треп. Ну, он убил 22 дрона. То есть давайте не будем забывать об этом. Ну и Су в итоге уже сам перешел в дронов. У него 67. То есть вот то, что требовалось, по всей видимости. Для того, чтобы вся эта телега сработала. И пока что игра в первый раз за долгое время переходит у нас. В макро. Ну, первый раз за сегодня, по сути. У трепа полные три экономики. Можно переводить рабочих на четвертую. Ну, в смысле, ее сначала надо поставить, чтобы перевести, конечно же. Ну, а пока треп будет немножечко харасить. Насколько сможет, не попадает Супа, не Мухарозе в байлами. Треп переходит в то, что вин кондишеном называют Би. В матчапе ПВЗ ставит шпиль и хайв. У него будут брудлорды. Абсолютно правильный расчет против земли. Спасибо за 1400 в копилку апгрейда. Вообще, пользуясь случаем, надо сказать, наверное, спасибо большому количеству людей. Я не буду всех перечислять, но с вашей помощью мы уже почти добрались до второго уровня. Видимо, после 12 июля, ну или вернее после 18-го, можно будет о проблемах производительности. Производительность в Старкрафте мне забыть на довольно долгое время. Это классно. Четвертую базу ставят треп. И здесь попробуют хотя бы на какое-то время Су ее задержать. У собак я не видел по грейду на коготь, и, скорее всего, его нет. Вот у Су есть такая особенность. Он предпочитает играть через апгрейд именно на атаку почему-то. Ну, точнее, не почему-то, а потому что он делает довольно серьезную ставку на реведжеров. И он вообще не особо делает вот этих линго-бейнов. Наверное, в том числе потому, что многие корейцы играют без штормов. И он, в принципе, не очень налегает на дропы. То есть, может быть, вот он теперь будет делать коготь, который как раз закомбится с брудлордами. Пошла макро-хейдчере. Попытка пробегания на четвертую в этот раз менее удачна. Тем не менее, у Су пока все совершенно в порядке. У него 190 лимита. Ему даже нужно разменять немножко лимит, чтобы заказать брудлордов. Но он, конечно, не может его просто отдать. Потому что все-таки против него играет протас, у которого боевого лимита столько же. Но вот здесь как раз удачная оказия. Появляются уже бейны. Против зил это в коготь вроде какой-то особой значимости не имеет для бейнов. О, как в архона в Су воткнул. Это дорого было сейчас. Понятно, архоны тоже не дешевые, но как бы сливать бейнов по них все равно не обязательно. Так, ну оказывается, там уже были заказаны караптеры. Я как-то пропустил этот момент. То есть, что это значит? Что лимита требовалось не так уж и много. По итогу 8 брудлордов уже завернуты. Ну и для Су очень хорошая ситуация. В принципе, на мой взгляд, он выиграл эту игру. Хотя там вот такое опасное забегание зилотов. Насколько я помню, Су не любит ставить стенку на империи. Хотя, похоже, там кто-то встречает этих зилков. Ну а здесь должны или войти гениальные штормы, или все. Бейны пытаются докатиться до темплеров. Здесь есть такой очень классный приемчик, который не так часто используют зерги. Хотя это совсем не сложно. Просто... А, ну, кстати говоря, у Супа нет скорости овером, да, судя по аверсиру. Так что он бы не смог. Просто загружаешь там 4-6... Ну, даже не 4, наверное. Короче, 2-3 транспортных оверлорда с бейнами. Посылаешь прямо в середину армии протаса, делаешь дроп. То есть, темплеры очень медленные, они не могут уйти. И просто погибают. Очень прикольная штука, очень легкая, очень эффективная. Но Су и так замечательно справляется, потому что ответа на бродлорда футрепа просто не было. У него был расчет на то, что контратака сработает. Тогда он мог бы отступить в лоб, попытаться потянуть время, потому что вернулся бы отбиваться от зилатов Су. Но Су там заранее оставил роучей, и все у него сложилось замечательно. Ну что ж, впервые какое-то подобие макро игры. До самого макро, правда, игра не дошла. Су все-таки, я бы сказал, в концовке мидгейма завершил. То есть до макро дошла, до лейтгейма не дошла. В концовке мидгейма завершил свою игру Су. И таким образом становится победителем, становится нашим гранд-финалистом номер один. Трэп падает в нижнюю часть сетки, но его соперника мы узнаем только завтра. А сейчас мы с вами следуем все-таки в нижнюю сетку, где нас ждет сразу два матча. В одном из них сразятся Innovation и Laser, и в другом будут играть U-Thermal и Zest. Все эти матчи будут после небольшого перерыва, на который мы с вами пока и уходим.